Это новости на РТВ. С вами Ксения Муштук. Здравствуйте. Великобритания вышла на первое место в Европе и второе в мире после США по количеству смертей от болезни, вызванной коронавирусом. Общее число умерших в стране превысило 32 тысячи человек. Это больше, чем в Италии. В статистику включены случаи смерти с подозрением на COVID-19 в хосписах, учреждениях для пожилых людей, а также на дому. Учет этих данных ведет Национальное бюро статистики Великобритании. Несмотря на тревожные цифры смертности, премьер-министр Борис Джонсон готов к ослаблению карантинных ограничений. Конкретные шаги кабинет обнародует уже на этой неделе. Правительство Джонсона в последние недели особенно активно критикует британская оппозиция. Чиновников обвиняют в слабой готовности к вспышке инфекции и несвоевременном принятии ограничительных мер. Звучат претензии и в связи с отсутствием массового тестирования. А еще нехваткой средств защиты для медиков, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Сейчас Великобритания на четвертом месте в мире по количеству заболевших COVID-19. В стране почти 192 тысячи подтвержденных случаев. А правительство Италии постепенно снимает жесткие карантинные ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом 55 дней назад. В ближайшее время на работу выйдут около 4 миллионов итальянцев. Правда, работать им теперь придется с соблюдением социальной дистанции и в защитных масках. Через две недели в стране откроются магазины одежды и бытовой техники. А затем 1 июня должны возобновить работу бары и рестораны. Мой коллега Дмитрий Новиков продолжит. У итальянцев, если не праздничное настроение, то уж точно предпраздничное. Власти разрешили им выходить на работу. Граждане поблагодарили, вышли. Раз выходить из дома уже можно, тут же принялись митинговать. Мол, самое время отстаивать свои права и требовать от властей предоставления большей помощи малому бизнесу, пострадавшему во время пандемии. Режим ЧП в Италии все еще не отменен. Начало снятия ограничительных мер называют новой фазой чрезвычайного положения. Местные жители могут гулять в парках, причем не поодиночке, а уже семьями. Разрешено на улице заниматься спортом. А главное, чего очень ждали представители старшего поколения, теперь они смогут видеться со своими детьми и внуками. Возвращается жизнь и в традиционные итальянские кофейни. Отлично! Это мой первый кофе-эспрессо после 60 дней заточения. Я уже и забыла, каков он на вкус. Прекрасно, что мы теперь можем выйти на улицу, купить обед на вынос и затем вернуться домой. Это уже кое-что. Ну и этому кое-чему, если еще добавить возможность выхода на работу, итальянцы, конечно же, рады. Но радость эта сдержанная. Жанна живет и работает с мужем в Венеции. Вот они, первые впечатления от происходящего. Некоторые спокойно к этому относятся. Некоторые, конечно, с огромными переживаниями. Потому что, и это связано с очень многими факторами. Потому что даже если разрешено, например, им выходить на работу, у них сразу возникает вопрос, куда девать детей маленьких. Ладно, если они подростки. А если они школьного возраста, младшего школьного возраста, ни садики, ни младшей школы не открываются. И до сентября, насколько известно, они будут закрыты. Италия два месяца боролась с инфекцией. Она началась на севере и быстро перекинулась на остальные территории. В какой-то момент положение достигло критической точки. Тяжелобольных было так много, что врачи не справлялись с нагрузкой. Мест в больницах не хватало, как и аппаратов искусственной вентиляции легких. Предварительный итог эпидемии в Италии. Более 200 тысяч зараженных. Из них почти 30 тысяч человек медикам спасти не удалось. Итальянцы надеются, что самое страшное уже позади. Мы вышли вот с мужем в город. Машин появилось гораздо больше, чем было. Маркеты открыты, химчистки открыты. Бары, рестораны все открыты, но можно покупать только на вынос. То есть ты не можешь купить кофе и круассан и возле бара даже съесть. Постепенно с 1 июня будут открываться музеи, кинотеатры, бары, фитнес-клубы, салоны красоты и парикмахерские. Правда, пока непонятно, какие инструкции получат итальянские мастера женских и мужских стрижек. Ведь, по идее, все участники процесса должны быть в масках или респираторах. Но как тогда стричь? Получится ли? Да, послабления ограничений начались. Вновь открываются все продуктовые закусочные. Но, к сожалению, у нас пока будет укороченный режим работы. Нам надо понять, каким же будет спрос. А вдруг люди впредь будут предпочитать обедать дома? Пока так оно и есть. Итальянцы не спешат обедать или ужинать на стороне. Будут ли они выпивать на стороне, когда полностью откроются бары и рестораны? Нет никакой ясности. К сожалению, пока мы продаем напитки только на вынос. А само будущее – это большой знак вопроса. Старая добрая атмосфера ресторанов, где все друг с другом тесно общаются, уже вряд ли возобновится. Если ситуация улучшится, не будет новых заражений, то жители Италии при соблюдении мер безопасности смогут загорать и купаться. Все пляжное оборудование будут дезинфицировать. Правда, уменьшат количество шезлонгов, оставив между ними значительное расстояние. Но пока получается, все это исключительно для жителей страны. Границы Италии для иностранных туристов на въезд власти планируют открыть не раньше конца года. В Израиле возобновляется работа общественного транспорта. Это один из пунктов глобального плана по выходу из карантина, который вчера вечером представил премьер-министр страны Бениамин Нетаньягу. Ежедневно в Израиле вводятся новые послабления, которые касаются всего, что еще вчера было полностью запрещено. План выхода рассчитан до середины июня, когда обычная жизнь будет полностью восстановлена. Однако абсолютных гарантий того, что коронавирус побежден и не вернется, нет ни у кого. Даже в контексте сенсационного заявления израильского министра обороны Натали Беннета, который заявил, что израильским ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного. И могут быть использованы для создания вакцины. Подробности у нашего израильского корреспондента Бориса Штерна. Вчерашняя пресс-конференция, на которой Бениамин Нетаньягу объявил подробности этого плана, плана выхода из состояния карантина, несколько всех утомила. Она длилась более часа. Премьер-министр использовал, как он любит наглядную агитацию, графики, показывал, как в Израиле все хорошо, оперировал цифрами. Но, тем не менее, конечно, у большинства людей все равно остаются вопросы, в первую очередь, которые касаются, каким образом будут функционировать школы. А они сегодня начали работать с первого по третий класс. Ученики отправились на занятия, классы разделили. Учителя не все довольны тем, что им приходится возвращаться даже в такой период на рабочие места. Вот, кстати, прям только что за мной проехал автобус. Это вот один из признаков того, что жизнь, в общем, в каком-то виде возвращается. Но и возвращаясь к школам, учителя в первую очередь считают, что они остаются незащищенными. В некоторых школах уже произошли довольно печальные инциденты, когда кто-то из учителей или из учеников все-таки оказывался носителем коронавируса. Там целые классы отправили в изоляцию. Но, тем не менее, школы начинают работать. В ближайшие дни открываются торговые центры и рынки. В ближайшие дни будет полностью восстановлена работа общественного транспорта. Хотя в ближайшие выходные транспорта все равно не будет. На следующей неделе начнет свою работу железнодорожная компания Израиля, которая уже полтора месяца не работает. Открываются библиотеки. Ну а полное возвращение из вот этой изоляции, в которой Израиль прожил полтора месяца, планируется только к середине июня, когда будут сняты полные ограничения на массовые мероприятия. Откроются кинотеатры и все спортивные центры, где можно будет заниматься спортом массово, то есть в больших группах. Противники и скептики говорят о том, что, к сожалению, вторая волна, то есть возобновление распространения коронавируса, все равно возможно. Вот как нам прокомментировал ситуацию, сложившуюся на сегодня медицинский социолог Марк Кацинельсон. Давайте послушаем, что он говорит. По тем данным и по той статистике, которая есть у нас сейчас, а это не более 30 новых больных, которые заражаются коронавирусом в сутки, и процент выздоравливающих все время увеличивается относительно заболевающих, то можно сказать, что да, можно несколько расслабиться и дать населению возможность и работать, и выходить на улицу. Но с другой стороны, если будет происходить беспечность, если люди не будут соблюдать все те показания, которые необходимо делать, одевать маски, соблюдать дистанцию и так далее, то, конечно, есть риск к тому, что ситуация может вернуться, и тогда снова правительству придется перекрыть кран и изолировать общество так же, как и было до этого. По крайней мере, уже на этой неделе обсуждается один из дней, когда будет возвращен полный карантин. На следующей неделе отмечается в понедельник вечером праздник Лак-Баонер, и для того, чтобы исключить массовые мероприятия по этому поводу, будет перекрыто, скорее всего, все, но мы это узнаем только, наверное, в ближайший четверг. В остальном, действительно, жизнь возвращается в нормальное русло. Вы даже видите это прямо сейчас. Мы находимся как раз в том же самом месте и в том же самом городе, город Риховод, где находились вечером Дня Независимости. Выглядит все иначе. Ну, кафе, по крайней мере, работает, транспорт ходит. То есть, в общем-то, какие-то признаки возвращения к нормальной жизни действительно есть. За последние 24 часа в штате Нью-Йорк от коронавируса скончались 226 жителей. Накануне в списке погибших было 230 человек. Губернатор Эндрю Кома заявил сегодня, что в штате продолжает снижаться количество госпитализации пациентов с COVID-19, уменьшается и число новых случаев заражения коронавирусом. В самом городе в списке инфицированных более 180 тысяч человек. В мегаполисе сотрудники городских служб приняли решение бесплатно раздавать защитные маски всем желающим. Нуждается ли сейчас в этих средствах защиты жителей города, когда Нью-Йорк уже прошел пик вспышки коронавируса, узнаем у Лизы Камен. Может быть, пик, конечно, и прошел, но я думаю, что осадочек останется еще надолго. Я думаю, что люди будут как от чумных друг от друга шарахаться на улице еще не один месяц. И, естественно, носить маски. Хотя, я тебе скажу, вот сейчас я нахожусь в Центральном парке, который, кстати, сегодня был обделен раздачей масок, и я не у всех вижу маски на лице. Хотя тут же можно увидеть просто такое количество креатива, из чего только эти маски не делают, и какие только предметы домашнего обихода не используют, чтобы закрепить их на лице. Но все-таки об этой акции давайте поговорим. Действительно, за эти выходные были разданы 100 тысяч масок. Это происходило в разных городских парках. Можно было посмотреть, где именно будут раздавать эти маски, на сайте мэрии nyc.gov. И там была ссылка, и она есть, эта ссылка, на карту с точками раздачи этих масок. Сегодня, когда я посмотрела на эту карту, я не нашла точки в Центральном парке, поэтому мы поехали в небольшой совсем парк, около трассы FDR. И что мы увидели там? Две с половиной тысячи масок были разданы за 8 минут. То есть примерно в час дня уже начала собираться очередь, хотя раздача масок была запланирована с двух часов дня до четырех. Но вот как только в два часа дня сотрудники городских парков начали раздачу этих масок, за 8 минут две с половиной тысячи масок разошлись. Конечно, всем желающим не хватило, и нам, кстати, не хватило в том числе. Была очень трогательная картина, когда оставалась одна последняя упаковка, в каждой упаковке пять масок всего. Так вот, когда оставалась последняя упаковка, людей было много, там была женщина на инвалидной коляске, и эту пачку масок протянули именно ей. То есть даже люди на колясках приезжают в надежде получить эти маски бесплатно. Но, тем не менее, как уверяет мэрия, всего будет роздано 7,5 миллионов этих масок, хотя, по идее, пока что правила ношения масок в общественных местах действуют до 11 мая, то есть еще неделю. Поэтому, ну, видимо, скорее всего, конечно, это правило будет продлено, поэтому уже сейчас выделили 7,5 миллионов для того, чтобы в ближайшие дни раздавать их по всему городу. В парке этот акт вернется в следующую пятницу, но, тем не менее, как заверяет мэрия, эти маски будут раздавать каждый день, притом не только в парках, а, например, во всех точках с бесплатным питанием. Я напомню, что жители Нью-Йорка все еще получают, те, кто нуждается, все, кто, в общем-то, все желающие могут получить бесплатную еду, бесплатные обеды, и в этих же пунктах получить бесплатные вот эти вот пачки с масками. Но, как уверяет мэрия, эти маски будут раздаваться также в продовольственных магазинах, в больших супермаркетах, в больших аптеках. В общем, если процитировать работника группы Куоман, который сказал на пресс-конференции, что буквально на каждом углу будут стоять специально обученные люди, ну, то есть, конечно же, это будут прежде всего службы полиции, также волонтеры, и будут раздавать маски всем нуждающимся. Да, но вот как это сегодня происходило, давайте посмотрим. Мы пообщались как раз с одним из работников службы городских парков, которые, в общем-то, и приняли участие в раздаче этих масок. И вот что он нам рассказал, кто за этими масками приходит. Приходит очень много людей, и у нас, к сожалению, не хватает масок вот так сразу для всех. Но хоть кто-то получил, хоть кому-то помогли. Мы будем делать это каждый выходной, и именно здесь раздавать маски мы должны были еще в прошлую пятницу. Но сделать это получилось только сегодня. Люди, в принципе, остались довольны. У нас нет правила, кому конкретно давать маски. К нам приходят все – медсестры, полицейские, работники всех экстренных служб и просто жители города. И мы никому не отказываем. Ну, вот я, честно говоря, действительно видела много медсестер, которые пришли за этими масками. Хотя не очень понятно, зачем они им. Потому что эти маски, они непригодны для медработников. То есть они непригодны для работы с больными. Это просто трехслойные маски, которые призваны защитить просто прохожих, если вдруг контакт происходит на расстоянии меньше, чем 2 метра. Также из этих 7,5 миллионов 5 миллионов масок и 2,5 миллиона – это просто защитные средства для лица. То есть это не маски, а такие специальные штуки. В общем, это будет продолжаться. Также мэр Деблазио обещал, что во всех больницах будет запас инвентаря, запас средств персональной защиты для медперсонала на 90 дней. Но только запас на 2 недели будет в общем доступе. Все остальное будет под замком на складах. Ну, видимо, чтобы впрок, так сказать, не растащили. Ну, в общем, поживем, увидим. Я думаю, что 11-го числа, конечно, все это не закончится. Я думаю, что в масках мы будем ходить еще долго. Но хорошо, что все-таки городские службы заботятся о том, чтобы действительно такой дефицитный продукт попал все-таки в руки горожан. Очевидцы выкладывают в сеть видео с места крупного пожара в городе Шардж. Это Объединенные Арабские Эмираты. Сообщается, что горит 48-этажный небоскреб Абко. Куски облицовки падают с высоты. Спасатели пытаются взять пламя под контроль. Как сообщает Гулф Ньюз, огонь вспыхнул на 10-м этаже. Спасатели прибыли на место ЧП в считанные минуты. Все жильцы были эвакуированы и никто не пострадал. Посольство России в США осудило Оргкомитет Пуллицеровской премии. По мнению дипломатов, одну из главных журналистских наград уже не впервые присуждают за материалы с критикой российской власти. В номинации «Международный репортаж премии» в этом году удостоилась газета «Нью-Йорк Таймс». Она получила награду за 8 статей в виде материалов, которые по заявлению Оргкомитета разоблачают хищничество режима Владимира Путина. Речь в частности идет об интересах структур близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина в Ливии и Центрально-Африканской республике, бомбардировках российскими военными гражданских объектов в Сирии и заказанном из Москвы покушении на украинского чиновника в городе Ровно. Посольство России в США заявило у себя в Фейсбуке, что Москва рассматривает серию статей как «сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов». Тем временем главный редактор издания проекта Роман Баданин утверждает, что сразу несколько публикаций «Нью-Йорк Таймс» у достойных Пуллицеровской премии содержательно во многом повторяют данные из расследований проекта. При этом лауреаты не сослались на российский источник. К другим новостям. Вице-президент Амазон Тим Брей уволился в знак протеста против действий компании. Об этом он сообщил в своем открытом письме. Брей, по его словам, решил уйти из компании после увольнения рабочих, которые протестовали против условий работы во время пандемии коронавируса. В письме Тим Брей назвал тех, кто увольняет работников, трусами и создателями атмосферы страха. Амазон относится к сотрудникам складов как к взаимозаменяемым единицам. Бери и пакуй. Такое происходит не только у Амазон. Это то, как работает капитализм в 21 веке, отметил он в письме. Также Брей упомянул несколько недавних увольнений в Амазон. Так компания рассталась с сотрудником склада в Нью-Йорке, который в марте призывал руководство предоставить больше масок и других средств защиты. Кроме того, из Амазона уволили двоих сотрудников, которые составили и разослали коллегам петицию с требованием увеличить срок оплачиваемого отпуска по болезни, оплату за работу в опасных условиях и выплаты по уходу за детьми. По словам Тима Брея, из-за увольнения он лично потеряет больше миллиона долларов. И последние на сегодня ученые нашли микроб, который защищает комаров от заражения малярией. Открытие сделала группа ученых из Кении и Великобритании. Они обнаружили у комаров особый микроорганизм микроспоридия. В ходе исследования выяснилось, что насекомые с микроспоридиями не являются переносчиками малярии. Микроб выявили в кишечнике и половых органах 5% исследованных насекомых, которых нашли на берегах озера Виктория в Кении. Исследователи считают, что таким образом можно победить малярию в будущем. Каждый год в мире от нее умирают больше 400 тысяч человек, большинство из которых дети. По мнению ученых, для эффективной борьбы с малярией необходимо заразить микроспоридии 40% от всей популяции комаров в регионе. У меня на этом все. Еще больше новостей на нашем сайте и на страницах РТВ в социальных сетях. Я на этом прощаюсь. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok